всем привет на связи федор васильев урок номер 19 продолжаем изучать системы джекаса но в данном уроке мы с вами будем рассматривать настройки шаблоны юмаркет который мы используем в данном курсе шаблончик не богат настройками поэтому урок будет небольшой и первое что я хочу сказать вот эта шестереночка да она нам не нужна по сути то есть это выбор общей цветовой гаммы для нашего шаблона она нужна только на этапе создания сайта когда мы присматриваемся и думаем какой цвет нам лучше подойдет прямо сейчас мы можем например кликнуть по желтому сразу меняется мы видим в названии магазина то есть здесь у нас либо логотип должен быть либо какой-то текст я написал магазин и вот видим что даже там желтый цвет проглядывает потом это всевозможные вот видите меню ссылки желтые то есть общая цветовая гамма сколько стоит продукт желтого цвета вот эти вот моменты желтый да и так далее вот так вот это все меняется с цветом определились нам ее нужно отключить переходим в админку нашего сайта переходим расширение шаблоны вот наш шаблон юмаркет заходим внутрь давайте с первой вкладке пойдем подробно значит вкладка подробнее и первая настройка тип фиксированы сразу показываю обновляемся у нас был широкоформатный популярный стиль шаблона сейчас вот здесь вы видите зазор то есть такой как бы в колонку шаблон то есть старого образца старого типа раньше шаблоны были такие вот кому классика по душе тогда вам эта опция придется по вкусу я возвращаю резиновый заголовок альтернативный заголовок страницы логотип то есть здесь если вы загрузите картинку логотипа да она будет размещаться вот в этой области если написать заголовок например ну просто поставлю один сохранится обновлюсь то вот здесь подставляется один то есть если нет логотипа вам достаточно просто имеет название какой-то вашего магазина можно здесь это прописать то есть вот в этой области описание также будет подставляться например смотрите здесь один здесь два если обновлюсь видите один и потом более мелким шрифтом 2 то есть это хорошо видно здесь на дыма примере до текст дыма и вот этот вот заголовок он как раз был прописан в этой области также можно выбрать дизайн светлый темный цвет схемы то есть это вот как раз то что мы с вами выбирали вот здесь какой цвет мы определяем вот здесь и переключатель цвета мы скрываем сохранить обновляемся больше вот здесь вот слева шестеренки не будет она исчезает мой язык закрыли переходим на следующую вкладку контакты первое поле метод а генератор текст будет добавлен метод а генератор то есть это уже для seo здесь можете написать например название сайта там черточка и краткое описание вот эти поля смотрите mail телефон давайте пропишем посмотрим где это будет отображаться я прописал email телефон сохраняюсь обновляюсь прокрутим самый низ и как раз таки вот здесь вот где область контактов в подвале сайта отображается email телефон ровно так же как и в демо примере то есть иконки уже автоматически здесь подставляются дальше геолокация и смотрите социальные ссылки давайте посмотрим как это будет выглядеть я ставлю вконтакте ссылку на именно на группу свою вконтакте и ставим ссылку на youtube просто для примера на свой канал youtube сохранить обновляемся то есть вот здесь вот таким вот образом просто иконками будут выглядеть переходы на наши профиля то есть социальные да вот если я кликну на вконтакте в новой вкладке браузера откроется именно моя группа если кликнем на youtube соответственно откроется youtube то есть иконки автоматом выводится именно в этой области только тогда когда мы здесь что-то сами пропишем и тут уже на ваше усмотрение у вас есть возможность прописать еще google плюс аккаунт twitter instagram facebook всплывающий баннер давайте посмотрим ну здесь он просто в настройках включаем показать если вам нужен заголовок например баннер какое-то сообщение изображение можно добавить флажок скрыть показать видите в описании написано показатели скрыть флажок после отметки которого пользователю больше не будет показано это этот баннер то есть это не назойливо окно конечно оставляем показать сохранить то есть кто не хочет заморачиваться со сторонними расширениями чтобы внедрить всплывающее окно и вам не нужен богатый ассортимент данного окна здесь в принципе все что нужно есть в данном окне вот пожалуйста всплывает баннер то есть я просто обновил страницу текст баннер сообщения картинка и вот он больше не показывает всплывающее окно или просто крестик закрыть то есть можно просто в пустом месте кликнуть баннер исчезает если обновлю страницу он показывается вновь закрываю обновляю опять показывается ставим галочку больше не показывать скрываем обновляемся больше не показывается скорее всего это опция следит за куками браузера если вы почистите полностью кэш браузера окно будет показано вновь мне данное окно пока не нужно я его скрою google карты мы с вами вкладку пропускаем мы ее рассмотрим когда будем проходить страницу контактов то есть как ее оформить дальше интересная вкладка пользовательский код она здесь уже для продвинутых произвольный а ксс код если нужно прописать в этом в этом поле он прописывается я вас крипт дополнительно то есть смотрите перед закрывающим тега body здесь можно будет ставить счетчик посещаемости сайта например яндекс метрика и так далее и внизу вот здесь вот у нас есть такой некий копирайт то есть знак копирайта и там год создания сайта какая-то информация сайте может быть права лайк эта информация там например а о организация там да что то такое там частный предприниматель и что-то в этом духе ну что обычно прописывается в подвале сайта располагается это вот здесь вот соответственно вот в этом поле вы это все прописываете html данные поля поддерживают вот и все на этом уроке следующая вкладка это уже стандартная вкладка всем шаблоном да поэтому мы тут уже не рассматриваем шаблон не богат конечно же самим настройками но здесь есть все необходимое если вас заинтересовал шаблон юмаркет и система джекаса то я могу вам предложить купон на скидку в 15 процентов на приобретение данной системы данный купон вы можете обратиться ко мне на почту почта будет в описании под этим видео я вам бесплатно вышлю данный купон купон уникальный то есть один раз используется и все также подписывайтесь на мою группу вконтакте ставьте лайки подписывайтесь на канал youtube на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь